В эфире совместный проект Радио Крым Реалии и Первого канала Украинского радио. Имеют право знать. Итак, мы будем говорить сегодня о легальных перспективе, точнее, легальных перевозок до административной границы с Крымом. В Украине необходимо назначить легального перевозчика через админграницу с оккупированным Крымом. Об этом на прошлой неделе заявил первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым из Эд Гданова. Цитирую Гданова. «Наши граждане в Крыму обращают внимание на то, что нет легального сообщения с КПВВ. Это Каланчак, Чангар, Чаплинка. До сих пор нет у людей документов, до сих пор не решается вопрос о введении легального сообщения. Это компетенция местной администрации в пределах района, в пределах области», — говорит Гданов. Собственно, он выразил надежду, что проблемный вопрос будет решен. И почему планы начать легальные перевозки до административной границы с Крымом до сих пор не осуществлены. Напомню, что господин Гданов еще в марте этого года в эфире «Крым. Реали» говорил о том, что в середине месяца, в середине месяца марта эти легальные перевозки начнут осуществляться. Когда вот такой перевозчик может заработать на материковой Украине, и как будет выглядеть легальное транспортное сообщение с административной границей, все это мы будем обсуждать в течение ближайших 25 минут. У нас на связи Елена Антонова, крымская активистка. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Благодарю, что связались с нами. Скажите, пожалуйста, могли бы рассказать нашим слушателям, которые будут планировать переехать через админграницу, как сейчас обстоит дело с тем участком дороги, от Херсона до админграницы, насколько легко туда попасть? Ну, ничего не изменилось за последнее время. Как все было сложно, так и есть сложно, потому что мы делаем это часто, пересекаем границы, мы видим о том, что ничего не происходит, кроме обещаний и кроме каких-то заявлений о том, что когда-то где-то будет порядок, будут автобусы, будут нормальные туалеты, будет кафе и место, где можно отдохнуть, но это просто всего лишь разворот. Пока ничего не изменилось. А, Елена, скажите, пожалуйста, вот заработал же поезд фактически в этом году, точнее электричка, это чуть облегчило ситуацию или все так же неудобно так ей пользоваться? Ей неудобно пользоваться, и люди не знают. Они есть в большей степени, потому что там неудобно в том, что еще нужно идти пешком или брать такси, и все равно это далеко и долго. То есть из Херсона до этого Вадима ехать 2,50, а если человек едет в Херсон, и он хочет там оформить документы и сделать это за один день, то он не будет пользоваться этим транспортом. То есть удобнее брать... Это, я думаю, электричка решение, да. А как, собственно, тогда люди выходят из ситуации? Есть частные перевозчики, которые прямо из Херсона везут людей к админгранице, или же есть только возможность воспользоваться такси? Я думаю, есть только такси, потому что один или два раза всего я видела маленький автобус, который идет из Каланчака на границу. И он приходит в 7 утра, и больше транспорта нет. И там стоят таксисты, которые перевозят людей от Минграницы до Херсона, или до Каланчака, или куда-то там нужно. Я не видела официальных перевозок. То есть автобус тоже нелегальный? Ну, то есть неофициальный, скажем так, насколько я понимаю? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Дело в том, что мне однажды пришлось из Херсона ехать до админграницы, и я хотела как бы сэкономить и поехать на государственном автобусе. И, подойдя на автовокзал, спросив, есть ли сообщение, они сказали, нет, ничего нет. Ко мне подошел секторсист и предложил завезти меня до границы. Елена, а в какую сумму примерно обходится дорога от Херсона до админграницы? Минимальная это 200 гривен, а максимальная уже там кто сколько просит, там 250-300. То есть я так понимаю, что многие... Именно с одного человека. Да, именно с одного человека. Это не машина саму занять, это именно место занять в такси. Это место в микроавтобусе, да. Я понял. То есть, что ж, я благодарю вас за ваше мнение, за вашу информацию, которую вы нам дали. Напомню, на связи с нами была Елена Антонова, крымская активистка. Она рассказала о том, как сейчас обстоят дела с дорогой до административной границы. Сейчас у нас на связи Изэт Гданов, первый заместитель постоянного представителя президента Украины в автономной республике Крым. Изэт, здравствуйте. Доброго ранга. Благодарю, что связались с нами. Вот смотрите, мы говорили же с вами еще в середине марта о том, вы обещали, что официальный перевозчик официальный заработает. А скажите, что случилось? Почему этого не произошло? А, прежде всего, я хочу значить, что на счет информации, которая транслюется в соцмеретах и в эфирах, в том, что докуда будет перевезено. Перевезено будет исключено до контрольно-пропускных пунктов въезда-въезда. Через административную межу перед перетином перевезено не будет только после деокупации Крыма. Поэтому вопрос стоит транспортного исполучения легального до контрольно-пропускных пунктов езда-въезда. Это первое. А второе, что касается налаживания перевезения. В соответствии с законом Украины об автомобильном транспорте, легальное перевезение это приоритет самым в межах района районной державной администрации. Например, это вопрос до районной администрации генетического района, потому что транспортный вузов есть в ПГТ Ново-Алексеевка и сам контрольный пункт въезда-въезда КПВВ Чангар находится в межах района. То есть вопрос о ответственности к налаживанию транспортного исполучения покладается безусловно на районную державную администрацию, яка є замовником перевезения внутри района. Жодных действий практичных районная державная администрация не выполняет свои обовязки, жодных действий щодо налаживания перевезения не здействовольствуются. Проводятся какие-то фиктивные конкурсы, а реального налаживания мы не видим. Поэтому мы вимагаем от РДА уже каждый тиждень мы вимагаем, что письмова, что услуга, что на нарадах ничего не происходит, нет желания районной державной администрации налаживая легальная пассажирская сполучность. Что это такое легальная пассажирская сполучность? Это реальный пассажиропоток, который РДА должен пассажир. 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 Укртрансбезпеку это центрально оборудово-буконавчая влада ищет контроля транспортного законодательства сняти нелегалов и налаживая легальная сполучность. Та визначить место под такси. Такси должно быть легально. Это лицензия, это послуга лицензийная. Тому мы уже пропонировали, что нужно для этого. Мы им помогали, но нет желания РДА налаживать сполучение. Что касается Каланчака, транспортный вузел там есть Херсон, там есть аэропорт, там есть залезничное сполучение из Херсона, поэтому это ответственность областной администрации, в особи департаменте управления транспортом. Это в межах области должен быть конкурс и визначен автомобильный перевозник на полученном Херсон КПВВ Каланчак. Также мы не видим жодных действий, поэтому там есть попит, есть очень большой попит, потому что наши граждане из Крыма перетинают административный межу за отриманием административных послуг или отведение материковой частины Украины. Там есть попит. Каждый день перетинают близко 100 тысяч каждый месяц и они требуют налагожения таких рычагов давления на местную администрацию. Это же в принципе вопрос принципиальный мне кажется для Украины. Крым аннексирован и соответственно в интересах Украины сделать все для того, чтобы украинские граждане не чувствовали себя брошенными Киевом. Питание первое это национальной безопасности потому что деякие перевозники перетинают административную межу под выглядом особенного транспорта маленького довезли сезон а это национальной безопасности по-другому это питание безопасности наших граждан потому что в соответствии до правил надения послуг введене пасажиров пасажир мае бути застрахований, мае бути билетом, але з квитком. Але немає ані квитка, ані страховки у посильных. Тому, якщо щось станеться, немає безпеки, немає гарантій у нашего пасажира, у нашего громадянина щодо послуг в переведенні пасажиров. Тому, що стосується бездіяльності ще одної структури, це місцевою в межах області територіального підрозділу інспекції безпеки на транспорт. У них теж немає бажання налагатися там лад, тому що вони мають право, мають зобов'язані щодо контролю транспортного законодавства, жодних дій від них ми не бачимо теж. Ну, Ізет, я все-таки вернусь к нашому вопросу. Ви не видите никаких действий со стороны местних властей і компетентних органів. Це то ж саме, як ми вияснили, не видят і прості українські граждані, які винні пересекати регулярно адміністративну границю. Є ли можливість як-то повлияти на них? Каким образом можна заставити містні власті на території прилігаючої адміністративні границі наконец-то взяться за цей вопрос? Ну і почему вони не беруться, по вашому мненню? В чому причина такої халатності? В чому причина? Немає бажання, тому що є, ймовірно, є корупційні складови. Це перше. По-друге, що стосується, як це зробити, хай наші громадяни, які притинають межу, теж звертаються до місцевої адміністрації і вимагають нормального легального сполучення з квітками, з страховками, все, як повинно бути. Легальний повинен бути автобус регулярного пасажирського сполучення з трафаретом, з нормальними місцями. Нормальний легальний таксі повинен бути з таксометром, з ліцензією. Тому хай громадяни не користаються нелегалими, тому що там немає жодних перевезень легальних. Тому громадяни вимушено користуються нелегальними перевезеннями, там мовчат. Тому що наші громадяни з Криму приїжджають узко отримати адміністративну послугу, з'їздити до Державної міграційної служби, у територіальному підрозділу, там отримати паспорт, дати документи на паспорт для виїзду за кордон. Є перевезник, він повість. Поки що все добре, от все добре, знаєте як. Пока щось не трапить. Ну, опять-таки, просто напоследок. Я так понимаю, що у Києва, у центральної власти немає ніяких речагів давління на містну власть, щоб цей вопрос решити. Ну, відповідно, є законодавство. Маєте, що є в законі чітко прописано, що в межах району це відповідальність районних державних администрацій. Є головна районних державних администрацій. Є целий апарат администрації, який не виконує свої функціональної обови. Ні одній разово ми про це казали. Для нас це дуже важливо, тому що це питання, от чому ми таку увагу привертаємо до цього процесу. Тому що це питання національної безпеки. Це безумовно так, тому що, я підкреслюю і повторюю, деякі перевезники все ж перетинають адміністративну вожу. Це дуже важливо та небезпечно для як територіально, так і для наших громадян. Але все-таки глави областних администрацій назначається в Києві. Це не моя компетенція. Це було моя компетенція, я це зробив дуже швидко. Але це компетенція відповідних урядних державних владах. Благодарю вас за ваші ответи. Напомню, на связі з нами був Ізет Гданов, перший заміститель постоянного представителя президента України в Автономній Республіки Крим. Ми продовжуємо наш розговор про сообщення, транспортне сообщення до административной границі з аннексуванним Кримом. У нас на связі Олександр Бурейко, глава Чаплінської районної госадминистрації. Олександр, здравствуйте. Доброго ранку. Вот мы только что поговорили с людьми, которые вынуждены периодически пересекать админграницу и сталкиваются с проблемами с транспортным сообщением. Мы поговорили с Ізетом Гдановым. И вот господин Гданов, он кивает на местные органы власти. Он говорит, что в принципе легальное транспортное сообщение это, скажем так, зона ответственности местных властей. Скажите, вы, во-первых, согласны ли с этим? То есть действительно ли именно на местном уровне происходит проблема, которые не позволяют наладить легальное транспортное сообщение с админграницей? И что нужно, чтобы это, по вашему мнению, таки заработало? На мою думку, частково правильно, частково и нет. Одразу поясню. Например, КПВВ Чаплинка и КПВВ Каланчан находятся на территории Каланчанского района адміністративного. И оголосить и провести конкурс на пасажирские перевезения, например, районного центра Чаплинка, я не могу. Все, что касается международных перевезений, это ответственность областной державы адміністрации. Это, по-перше. По-друге, автобусные перевезения, это, соответственно, нужно наладить. Но, если нужно подвозить до небольших конкурсов, или даже районных центров, где нет этого получения, этого прохода пасажирей, это, наверное, будет не так цікаво автобусные перевезения. Надо оборвать такие центры транспортные, которые могли бы наладить до сих пор, чтобы это привезли к перевезению доход, а нам забезпечивало легальные, безопасные перевезения. Ну, а вот какие населенные пункты это могут быть? Херсон? Ну, Херсон, это, мабуть, не далее. В Вечного гора до Новолексиевки, я вважаю. Там приезжают найбільше людей в незамеченную вокзалу в Новолексиевке до КПВ Каланчак. По КПВ Чаплинка и КПВ Каланчак не важко показать однозначно, но немає чутких цифр, сколько людей. Але, ну, райцентр можлив. Можливо, це дать додатковий повсток для райцентрів. Але, набудь, все-таки, ближче, такий центр, не ближче, он, в нас, территориально не знали, але найбільший потік пассажирский треба выезжати. Можливо, це навіть буде Херсон. Можливо, це Новокаховка. Олександр, ну, вот, а в чому тогда проблема того, что это не происходит? Не доходят руки, нету денег, есть более важные какие-то задачи у местных властей, или же, например, нет никакого политического давления, потому что, условно говоря, это не избиратели, это люди, которые просто приезжают, уезжают, и, соответственно, защищать их интересы не главный приоритет местных политиков. Скажу про себя, у меня это не приоритет, и не приоритет, потому что я вам сказал сначала, сколько половинок находится под замежами Чаплин и Рожево-Державной Биунистрати, вплива Биунистрати, имею в виду. Поэтому голосовый конкурс, возможно, я уже голосовый, но это не отвечает нормам чиновного законодательства. То, что составляет за межи района, это не наша компетенция. Да, Александр, чтобы вы поняли, это не обвинение с моей стороны ни в коем образом. Я просто хочу понять, вот, предположим, так или иначе, все равно эти люди оказываются на территории вашего района. Вам необходимо, возможно, координировать действия с другими районными администрациями, с областной администрацией. Вы как-то поднимаете этот вопрос в диалоге с коллегами? И как коллеги реагируют на это? И вообще, есть ли у них, условно говоря, интерес в том, чтобы решать проблему, которая, ну, фактически является частичной, там, даже если это не ваша зона ответственности, все равно эти люди оказываются на территории вашего района? — Я хочу сказать за других. Я не могу сказать за других. Я думаю, что у меня, когда есть такая зацикаванность, но снова что-то вопрос о законодательстве. И вот с паном Изетом я особисто брал меня одноразово на, мы взбирали тюрьмяків районных, разных организаций областных, способно налагленности этой работы. Особисто с паном Изетом, с Борисовым Доричем Бадяным, ну, мне нужно сейчас поценивать эту ситуацию. Я не знаю ее в полном обследовании. Те, что можно было сделать, что есть представителя президента в Криму, в своей особисти не намагались. Что ж, Александр, я благодарю вас за ваши ответы. Напомню, на связи с нами был Александр Бурейко, глава Чаплынской районной госадминистрации. Мы же переходим к заключительной части нашего разговора. У нас на связи Юсуф Куркчи, первый замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Юсуф, здравствуйте. — Доброе утро. — Благодарю, что связались с нами. Вот смотрите, у нас очень интересная ситуация. Мы успели поговорить как с представителем президента, зампредом президента Украины в автономной республике Крым, и вот с представителем местной власти. И фактически зампред кивает на местную власть, говорит, что это зона ответственности местной власти. Но в свою очередь Александр Бурейко, я так понимаю, вполне резонно говорит о том, что, скажем так, на районном уровне решить эту проблему нельзя. Друзья, скажите, как можно заставить местные власти всей области, отдельных районов, под давлением Киева, все-таки решить этот вопрос? Да, это, с одной стороны, компетенция местных властей, как мы выяснили, но, с другой стороны, это вопрос национальной безопасности. Если вы мне еще скажете, какой вопрос вы обсуждали, то я вам буду вообще примерно очень безмерно... — Юсуф, мы говорим о транспортном сообщении с админграницы. — Хорошо, есть. — О легальных перевозчиках. — Окей. Я не хочу комментировать ни слова представителя президента, ни его заместителя, тем более. Дело в том, что компетенция каждого органа, она выписана законодательством и теми документами, которые нормативно регулируют деятельность и функционал того или иного органа. То, что касается властей и компетенции властей районного уровня, да, районной администрации, то действительно в их компетенцию входит регуляция транспортного сообщения в границах района. Но когда эта задача выходит хотя бы на, скажем, на какую-то долю за границей района, то уже районная власть не может это решить. Кроме того, там представительство президента очень хорошо проинформировано про то, что для, скажем, решения этого вопроса необходима автостанция, которая предусмотрена в проекте, который разрабатывается Институтом СБУ за инициативой Министерства инфраструктуры и нашим министерствам. То есть есть определенный алгоритм, который государство выполняет для того, чтобы решить эту задачу, для того, чтобы легализовать все перевозки, которые там есть, ввести их в нормальный цивилизионный рынок, когда каждый пассажир будет застрахован, когда у каждого пассажира будет точно время отправления, время прибытия, когда транспорт, который выходит на рейс, будет сертифицирован, проверен, сотрудники здравоохранения проверят водителя. То есть все меры предосторожности, все меры гарантирующей безопасность передвижения пассажиров государство должно быть выполнять. А для того, чтобы это выполнять, нужна точка, которая называется автостанция. Юсюф, у нас осталось буквально 10 секунд. Я прошу прощения, когда это может произойти? Вот какой ориентировочный хотя бы срок? Сейчас этот проект разрабатывается, деньги должны реализованы до конца быть года. Окей. Что ж, я благодарю вас за ваш ответ. И напомню, на связи с нами был Юсюф Куркчи, первый замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Это радио Крымреалия Александр Голубов. Услышимся буквально через пару минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова